Вот как определить, что человека Бог показывает? Он простой, этот человек. И с другой стороны, сильный. Простой и сильный означает от Бога. Внешне кажется простота, а внутри сила. От Бога, понимаете? Самодостаточный человек не означает, что он у себя что-то корчит. Самодостаточный означает, что Бог в сердце ему говорит. Молодец! Правильной дорогой идешь. Понимаете? И вот это вот чувство, которое от сердца идет, спасибо тебе, человек, за то, что так живешь. То есть от Бога. Такое чувство, что ты не зря живешь свою жизнь. Понимаете? Вот это чувство очень важно, чтобы было в сердце у каждого человека. И ради него надо жить. Это и есть чувство, собственно, достоинства. Ничего общего оно с понтами вот с этими не имеет. Попытается это понять. Это чувство возникает как награда. И именно оно является удачей. Если ты из себя что-то корчит, ну корчи как бы, если ты не можешь просто довольствоваться тем, что Бог о тебе думает. Ну, выпендривайся, делай что-то из себя. Хорошо, кто-то на это клюнет. Раков хватает. Но если ты хочешь настоящей удачи, настоящего успеха, тогда просто делай добрые дела. Служи людям. Заботься обо всех. Действуй так, чтобы в твоем сердце появилась эта сила, которая указывает, что скоро у тебя в жизни будет успех. Вот как, допустим, женщине понять, что она скоро замуж выйдет? Что в сердце появляется? В сердце появляется чувство, что как-то, в общем-то, замуж уже и не надо. Потому что я и так всех люблю, а всех заботюсь, мне хорошо со всеми жить. Я удовлетворена жизнью, мой Господь. В этот момент, когда она чувствует, что она такая самодостаточная в отношениях с людьми, она сдала свой экзамен. То есть Господь ей говорит, ты защищена мной, ты самодостаточная, тебе не нужна защита, потому что женщина же замуж хочет, чтобы кто-то был рядом, кто-то защитил. И говорит, тебе и так хорошо, он ей говорит, все хорошо у тебя, тебе не надо замуж, у тебя все классно. В этот момент, когда мужчины, парни на нее смотрят, они не могут выдержать.